Друзья, всех приветствую! В данном видеоуроке рассмотрим работу цикла Do While. Do While это цикл, который отличается от While по сути только тем, что он обязательно один раз выполнится. То есть, если даже здесь условие, если вы заметите, у нас будет допустим 60, то мы в конце влог выведем информацию при любых условиях. Давайте я здесь вам покажу, как это отработает. То есть 60 мы получим 60, при том, что условие у нас совсем не 60. То есть count у нас по условию должен быть меньше 50. Ну и, конечно же, если мы зададим там значение 30, то мы получим все наши значения в соответствии с тем условием, которое здесь задано. Да, в принципе, тут особо-то и говорить нечего об этом цикле. То есть мы еще можем также сказать о том, что здесь также есть облачная, блочная область видимости. То есть если мы зададим переменную, которая будет равна 0, и здесь я захочу эту переменную вывести, она все отлично, чудесно отработает. Но за пределами блока ее, к сожалению, видно не будет. То есть мы посмотрим вот value. Я даже задам в скобках, что это value. У нас вот она выведется 20 раз, но в пределах блока только это будет видно. Если же мы зададим консоль блок, давайте я, наверное, это все просто скопирую. Если мы этот консоль блок зададим вне предела блока, то у нас она будет недоступна. В принципе, ребята, это все. Всем спасибо за просмотр. И до встречи в следующем видео. Всем пока. Продолжение следует...